Это же стройщикам. Они деревья вырубают. Андрей, представься, пожалуйста. Добрый день. Зовут меня Портянко Андрей Натальевич, руководитель предприятия, которое под вашими оконами сейчас ведет подогрительные работы. Послушайте, пожалуйста, друзья. Значит, повторю слова, которые сказал Олег Николаевич, что предприятие мы купили относительно недавно, но выполняем полностью обязательства, которые были заключены между предприятием Стройдизайн 77 и жителями этого дома. Да, был определенный список. Протоколы все надо предоставить чуть позже. Мы же на стихийном митинге сейчас, поэтому когда надо будет, мы его предоставим. То, что у вас есть, это хорошо. Вы почему-то не оповестили, что вы протоколы. Так все знают. Не протокол, а меморанд. Значит, определили там достаточно большой перечень работ, который должен был быть выполнен. Я могу вкратце перечислиться, если это интересно, конечно. Из того, что выполнили с 2016 по 2020 год, был выполнен ремонт лифтов в подъездах 1, 2, 3, ремонт кровли над квартирами соответствующими, кронирование деревьев, замена трубопровода водоотведения в подъездах 3, 4, замена купе кабины лифтов в подъездах 1, 4, ремонт входных групп подъездов 1, 4, окраска газопровода подъезда, замена водо-холодного водоснабжения. Но это было в 18-м году. Я считаю, что... Никто не красили, не красили. Никто не красили. Никто не красил. У меня записано от 2019 года. За это мы вам отвечать не можем. Могу сказать, что еще должно быть сделано. Сейчас должно быть сделано. Вы нам скажите конкретно, что здесь будет построено? Здесь будет просто торговая комната. Без развлекательной группы. Парковки вдоль дома не будет. Хорошо. Там будет огромная детская площадка. У нас была детская площадка перед домом. Беспортивная. Беспортивная. Сейчас у нас нет. Где мне с внуком гулять? Объясните, пожалуйста. Ну, она, во-первых, будет. Как она будет, если будет развлекательный комплекс? Во-первых, здесь пустырь. Развлекательного комплекса не будет. Но даже магазин. Он нам не нужен. У нас поможет. Сделайте мне плашатку. Кому-то не нужен. Кому-то нужен. Мы живем в свободной стране, правильно? Я хочу для внуков, чтобы мои дети выходили, понимаете? Не упирались в ту сторону, в дорогу, а в эту сторону. Причем наркоманцы. А что и пустырь? Это наркоманцы. Если у меня магазин, еще больше наркоманов будет. Если вы мне магазинов настройки. Дай мне детскую площадку. Вот здесь будет проект большой детской площадки и спортивной. Парковки вдоль дома. Ну, я предоставлю и так. Вы же отнюю магазин построите. Парковки вдоль дома не будет. Покажи вот так. И показывай. Я буду подойти туда на дорогу, а здесь буду на магазин. Сделайте нам нормально детскую площадку. Магазин два метра, я пройдусь. Показывай все. Все пройдутся. Парковки вдоль дома не будет. Магазин одноэтажный. Вот здесь сейчас разрабатывается проект детской площадки большой. Для маленьких детей и спортивной для более-менее взрослых. Будет облагорожен футбольный стадион, который здесь стихийный. Так что футбольный стадион остается. Конечно, остается. Как оно может быть не оставаться? Детская площадка строительства. А по дорогам не будет. Нет, нет, там переходная зона. Такая-ка есть. Нет, никакой дороги там не будет. Предложение начать с детской площадки строительства. Надо сейчас уточнить по метражу. Нет, нет. Нет, я с вами здесь. Надо документировать, что стоянки в ноль дома не будет. Это правда. Это правда.